Вы можете помнить мои ранние видео этого года по XRP Вы можете помнить, что я сказал насчет XRP 6 января Вы можете помнить, что когда XRP падал вот тут В начале этого года Вы можете помнить, что я тогда сказал насчет XRP Позвольте показать клип Пока XRP продолжает удерживаться Над этой поддержкой В 17 сотых Можно сказать, что возможно и вероятно Что XRP опустилась тут на дно И потенциально мы наблюдаем капитуляцию в XRP на этих уровнях Если этот уровень удержится Если мы спустились на дно, что я думаю вероятно Тогда я смогу сказать, что волна С, вероятная волна 2 Возможно здесь завершилась на этом уровне Который вы тут видите в 17 сотых Тут кстати два тренда Это означает, что если XRP Сможет прорваться в следующие несколько месяцев Сквозь эти линии трендов Поднимется выше трех десятых Пробьется сквозь 200 и 21 мувинги Тогда я думаю будет высокая вероятность Что XRP возможно образовал V-образное дно Я думаю, что более вероятное Исчисление волн Таково, что все это движение Это волна 1 Малая волна 1 внутри большей волны 3 Большая волна 3 может протянуться Просто чтобы вы знали Большая волна 3 может уйти гораздо выше Может уйти значительно выше И так как вы слышали в этом видео В начале этого года и в конце декабря Когда XRP обрушился На самом деле одно из самых больших падений Которые у нас были в этой валюте Он упал практически с 80-х Аж до 17 сотых Как вы видели в том видео Мы сохраняли бычий настрой Несмотря на то, что все остальные паниковали Пока мир паниковал Пока все говорили Боже мой, это конец для XRP Мы сохраняли бычий настрой И я в том видео сказал Что пока XRP удерживается Над этим уровнем в 17 сотых Очень вероятно, что мы видели капитуляцию И это может быть дном Я сказал, что вполне вероятно, что начнется третья волна Очень скоро в XRP По сути, что в прошлом году произошло Это наступила капитуляция в XRP И также на рынке акций Посмотрите на эмоции Сначала была эйфория Она обычно на вершине рынка Когда образуется вершина рынка Есть максимальная эйфория, взволнованность и жадность Потом происходит беспокойство И отрицание Обычно в начале весомой коррекции Или падения Или негативного тренда Есть отрицание Потом оно превращается в страх Страх в панику И в итоге все это превращается в капитуляцию Кстати, капитуляция не означает непосредственно дно Капитуляция — это больше зона, область Где цена очень вероятно сформирует дно Как она это сделала на рынке акций Как она сделала это в XRP Что я пытаюсь тут донести Это то, что пока что наш анализ XRP был верным Основанная на исчислении волны Эллиота Кстати, вот почему я продолжаю говорить, что теория волн Эллиота очень важна Причина, по которой мы смотрим на теорию волн Эллиота, а не на новости И весь этот нонсенс про фундаментал Потому что теория волн Эллиота следует за психологией рынка Следует за психологией стада Стада — большая часть людей Были неправы тут И они были неправы тут Максимальная жадность и эйфория тут Максимальная капитуляция и паника вот тут Вот почему мы смотрим на теорию волн Эллиота И графики, чтобы определить психологию толпы И психологию стада И вот почему известный трейдер Бернард Барук Однажды сказал Покажите мне графики, и я расскажу вам новости Я уверен, что вам интересно, каковы мои мысли насчет графика XRP сейчас И что этот график нам потенциально рассказывает о следующих нескольких месяцах и об оставшейся части года Как я ранее говорил в моих видео в начале января и также в феврале Я повторял это и повторю снова Я сказал, что скорее всего мы видели волны 1 Позвольте нарисовать Волна 1 И это волна 2 Вот волна 1 и волна 2 И эти красные, красные исчисления, это исчисления больших волн Более крупных волн Те, что обозначены белым, это меньше Я думаю, очень возможно на балансе вероятностей Из-за того, что график XRP поднялся выше уровня, о котором я вам говорил в январе Потому что мы над линией тренда Очень вероятно, что мы в волне 3 В большей волне 3 Если я прав, и мы в волне 1 волны 3 И мы давайте сделаем это еще раз Один Два Три И опять же, по моему анализу мы капитулировали вот тут Мы упали на дно, как я вам сказал, не несколько месяцев назад в январе Я думаю, что это было дно XRP Итак, если это верно, и мы в третьей волне То есть в волне 1 волны 3 Тогда следующая коррекция Не должна прийтись ниже, чем на 0,36 Если будет волна 2, я хочу, чтобы она осталась над 0,36 Почему? Потому что если, например, коррекция Уйдет слишком глубоко Если цена уйдет ниже 0,36 Тогда шансы Того, что это дно Будут уменьшены Другими словами, я хотел бы, чтобы коррекция второй волны Не опустилась ниже этого уровня в 0,36 Потому что ниже 0,36 Шансы позитивного тренда будут уменьшены Мы пробьем эту линию тренда Итак, ребята Если следующая коррекция Следующая коррекция Или откат волны 2 Удержится на 0,36 Я сохраню бычий настрой в долгосроке для XRP И я думаю, что как только она закончится Если XRP завершит свою коррекцию волны 2 в этой зоне Тогда мы можем увидеть эту волну 3 Еще выше Для конца этого года Эта волна 3 к концу этого года Может отвести нас Аж до уровня в 2 доллара И потенциально даже выше Это просто мои скромные и более реалистичные, скажем, проекции для волны 3 Но перед тем, как мы сможем туда добраться Послушайте, я не хочу бежать впереди паровоза Перед тем, как мы сможем получить высокую вероятность, что мы пойдем на продолжение волны 3 Сначала я хочу увидеть откат И этот откат необходим Он важен для того, чтобы показать нам, что это исчисление волн верно Это очень интересно, потому что я думаю, что XRP и биткоин сейчас в синхроне Я имею в виду, что на балансе вероятностей Биткоин также, вероятно, уйдет на коррекцию Биткоин давно ждет коррекции После этого внушительного ралли Так что я думаю, что когда биткоин начнет коррекцию Это также может утащить XRP вниз за собой Так что я думаю, что биткоин и XRP начнут свои коррекции У них, кстати, разные исчисления волн Но я думаю, что XRP получит свою коррекцию Волны 2, когда биткоин также начнет свою коррекцию